Девушки отдыхают Эти события записал твой визор Ты знаешь, кто они? Ответ связан с сигналом истребления Он пробудил Аида и вызвал само уничтожение моей предшественницы Сигнал истребления Да уж, звучит зловеще Сигнал поступил не с земли, Элой Вычисления довольно сложны Но судя по данным, его послали Состояние 80 триллионов километров Это настолько далеко, что свет шел бы восемь целых шестьсот одиннадцать тысячных лет И что там... так далеко и почему она хочет нас уничтожить? Система Сириуса Сириуса? Туда дальний зенит послал свой корабль Одиссею Да, туда они направлялись Но он взорвался Или... Нет Зачем им скрывать свой успех? Чтобы никто о нем не узнал Чтобы люди будущего считали, что их не было Стоп Те незнакомцы, которые напали на меня на полигоне Аида С которыми был клон Хочешь сказать, что они... Они потомки... Дальнего зенита? Да Таков мой вывод Мы не сможем восстановить биосферу, пока не восстановим тебя Те три вспомогательные функции, что ты нашла Что мы о них знаем? Все три причастны к проблемам, отравляющим сейчас биосферу Эфир должен выводить токсины из атмосферы и управлять погодой Посейдон отвечает за органический и химический состав водоемов Диметра сеет, удобряет и ухаживает за растениями Если все три вернутся ко мне Они существенно увеличат мои вычислительные способности Будь осторожна Их ответы на шаблон запроса были... Нестандартными Считай, что они... Напуганы Потеряны И ничему не верят Как Минерва Им нужно слияние Верно Пропавшие вспомогательные функции Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными Элифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года по приказу Теда Фаро Опять Фаро, ненавижу этого гада Можно понять Он был патологически самовлюбленным, импульсивным и нестабильным Все три пропавшие функции уже завершили свою работу, либо им помешали Они еще нужны? Да, если это возможно Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности К сожалению, я не знаю, где их искать Они исчезли без следа Ты сказала, что Гефест поможет тебе спасти жизнь на планете Как? У каждой функции своя значимость Но Гефест самый значимый из всех Лишь вернув его, я вновь обрету способность проектировать и производить новые машины в котлах по всей планете Только с ним я смогу программировать новые машины и менять задачи существующих, чтобы обратить урон нанесенной планете Восстановление других функций даст нам отсрочку Но без Гефеста, я не смогу предотвратить вымирание жизни на планете Если Гефест настолько важен, может стоит попробовать сперва вернуть его? Боюсь, это просто невозможно В текущем состоянии, даже объединенное с Минервой Я обладаю лишь пятой частью сил 18,8% вычислительной мощности Гефест мне не по силам Если предпринять попытку поглощения в таких условиях Гефест поглотит меня И сделает своей частью Слияние нельзя проводить, пока его вычислительные мощности превосходят мои И сколько вспомогательных функций нам потребуется? Слияние с Эфиром, Деметрией и Посейдоном Обеспечит мне почти 42% мощности эвристической сети Что превзойдет мощность Гефеста Ты сказала, что Гефест находится не в одном месте Верно В отличие от других вспомогательных функций Он не привязан к конкретному процессору Гефест распределен по глобальной сети Соединяющей котлы планеты И когда мы будем готовы к его поглощению? Как мы это сделаем? Я не знаю Займись пока доступными вспомогательными функциями А я попробую найти решение Когда Гефест будет поглощен Ты получишь Достаточно мощности для массового производства машин в котлах? Да И для программирования их алгоритмов поведения И даже для прямого управления И ты сможешь построить армию машин? И устранить потомков дальнего зенита? Моя основная задача Защитить жизнь на земле В первую очередь человечество Поэтому да Как только я получу силы Гефеста Я смогу спроектировать Построить И возглавить такую армию Учитывая действия дальнего зенита У меня не будет другого выбора Но я должна признать Что опасаюсь применять такие технологии для убийства Каким бы агрессивным ни был враг Хорошо Значит у тебя есть совесть Как и хотела Элизабет Именно Вся суть того сигнала была в уничтожении жизни на земле Зачем потомкам дальнего зенита это делать? Пока мы можем только предполагать Но земля же им не угрожает У нас нет технологий, чтобы им противостоять Мы о них и не знали Да Разве что Они не хотели ни с кем делить планету Незнакомцы, которых я встретила Искали запасную копию геи И если бы они ее нашли Запустили свою гею И усилили бы ее Чтобы она смогла взять под контроль Гефеста И всю систему терраформирования Тогда да Эта система сумела бы закончить то В чем не преуспел сигнал истребления Убить все живое А потом создать совершенно новую биосферу Согласно их пожеланиям Так они пытались сделать то же, что и мы Но совсем с другой целью Истребление Вместо спасения Это плохо Ты сказала, Сириус Очень далеко от Земли 80 триллионов километров 8,611 тысячных световых лет Да Так Как их потомки сюда добрались? На космическом судне Похожем на Одиссею Но усовершенствованном Путешествие с Земли на Сириус Заняло у Одиссеи почти 300 лет А обратно намного быстрее Если их корабль покинул Сириус В день начала передачи сигнала истребления Они добрались за 29 лет На 30% скорости света Если же они вылетели, когда узнали О неудаче сигнала истребления То прилетели быстрее Всего за 13 лет Это 66% скорости света Так, хватит Голова сейчас лопнет С потомками, которых я встретила На полигоне Аида Был клон Элизабет Собек Это подтверждает теорию о том, что Им удалось получить технологии Нового Рассвета Так? Да Как показывает твой собственный опыт Клон Элизабет Собек Является ключом ко всей системе Терраформирования Но Как им удалось создать клон? Одиссея перевозила приблизительно 200 тысяч зигот людей Миллионы зигот животных И миллиарды семян растений Можно предположить, что Генетический материал Элизабет Собек С ее позволения или нет Был взят ими на борт корабля Это... Да, но... В смысле... Ее клон... Как она может участвовать в этом? В разрушении мечты Элизабет? В этом... В этом зле? Трудно сказать Возможно, она разделяет цели их сообщества Или она подчиняется им И у нее нет возможности противиться приказам Элизабет Собек подчиняется? Это вряд ли Сигнал истребления не просто пробудила Аида Он разделил все вспомогательные функции Зачем? Я и сама хотела бы знать На данный момент я считаю, что целью был Аид А остальные функции получили независимость случайно Значит, сигнал мог послать лишь тот, кто хорошо знал устройство системы, так? Да Структура сигнала была чрезвычайно четкой и высокоточной Если бы цель была более безобидной Я бы восхищалась интеллектом его создателя или создателей Если эти потомки прилетели на землю на корабле Это значит, что их технологии лучше наших во всех проявлениях, так? Да Как показало твое столкновение с ними на испытательном полигоне Они обширно задействуют роботов-помощников Также они обладают каким-то видом защитного энергобарьера, который оберегает их Это да, тот, с кем я сражалась, был непробиваем История говорит, что каждая защитная технология была в конце концов побеждена атакующей К примеру, если бы я получила Гефеста и применила его силы для создания армии боевых машин Никакие щиты не смогли бы выдержать такую атаку Так надежда есть? Всегда Как ты узнала, что сигнал истребления пришел с Сириуса? Мне подсказали данные из твоего визора Аид все рассказал Сайленсу Длительность сигнала составила 17,22 лет Какой в этом смысл? Ты сказала, что сигнал от Сириуса летел 8,5 лет Зачем продолжать излучать сигнал, когда он был уже получен, а ты взорвала себя? Отправитель не знал, что это произошло, пока не получил ответ от Аида А на обратный путь сигнала ушло еще столько же Верно Лишь после этого отправитель прервал сигнал Через 17,22 года Длительность передачи, деленная на 2, дала мне расстояние Когда я его узнала, осталось лишь просканировать базу звездных данных и найти систему на подходящем расстоянии Так как дальний зенит улетел на Сириус, это был самый логичный вариант из всех В каком состоянии биосфера? Система терраформирования вообще работает? В целом, система терраформирования не прекращала работу Но с момента уничтожения моей предшественницы Система была лишена централизованного управления И ее функции сами определяли свои текущие задачи В результате накапливались ошибки И с каждым днем биосфера становилась на шаг ближе к полному уничтожению В последние месяцы проблемы в биосфере стали очевидными Но эти показательные признаки являются лишь первыми симптомами процесса полного уничтожения окружающей среды Земля стоит на пороге биологической катастрофы И ты не можешь ее предотвратить? Если ты вернешь мне Эфира, Посейдона и Диметру, я смогу произвести корректировку части процессов Погода улучшится, вода очистится А вредоносные растения завянут Но эти улучшения не остановят катастрофу Лишь отсрочат ее Только с Гефестом я смогу спроектировать и создать новых роботов Которые сумеют ликвидировать нанесенной планете ущерб Все усилия должны быть направлены на эту цель И сколько у нас осталось? На текущий момент без улучшения ситуации Разрушение биосферы станет необратимым примерно через 4 месяца А если я найду Эфира, Диметру и Посейдона? И объединю вас? Мы получим лишь еще несколько месяцев Ну, каждый день на счету Мне пора отправляться на поиски вспомогательных функций Можешь сказать, где они находятся? Когда моя предшественница уничтожила себя Вспомогательные функции подобрали себе процессоры для существования В каждом случае тебе необходимо будет найти мощный компьютер Эфир расположен ближе всех И вернуть его будет проще остальных Однако Он находится посреди территории Тенакт Мои знания об этом племени ограничены сведениями из твоего визора Но очевидно, что они проявляют стремление к насилию Это еще мягко сказано А где Посейдон и Диметра? Посейдон нашел убежище в пустыне южнее этих земель В моем географическом архиве сказано Сложнее всего Ясно 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 Это уж точно С починкой системы С дальним зенитом Буду достойна ее? Ясно Один ведет прямо на запад Другой обратно в горы Песни долины Если решишь вернуться на восток Варл? Ах! Никак не могу привыкнуть Это ты, Эллай? Эм... да Гея открыла выходы из этого места Вы встретите меня у западного? Уже идем Уже идем Ладно Мне нужно отнести эфира к геям Варл и Зо ждут меня у западного выхода Но сначала можно сходить на восток Узнать как Песня долины справилась с нападением Или можно еще тут побродить Так будет намного лучше Я следом, Эллай Мне нужно дальше на запад Чтобы добыть компоненты геи Сделать ее сильнее А вы двое оставайтесь здесь Гея введет вас в курс дела Я не пытаюсь от вас избавиться Считайте это обучением Пожалуй, я вернусь на восток за Эрендом Приведу его Тебе нужны союзники, друзья Теперь у нас есть свой лагерь И как ты и сказала, гея обучит нас всему Хорошо? Ладно Тогда возьми Один на сеть, второй про запасы А ты пойдешь с ним? Нет После всего, что случилось в пещере Я хочу побыть тут Я многое должна понять Может, когда ты вернешься Уже я смогу тебя чему-то научить? Жду не дождусь А когда ты вернешься? Я... Пока не знаю Но... Надеюсь, что вернусь с тем, что нужно для гея Будь осторожна Даже до песни долины дошли слухи Что земли Тенакт раздирают бури Машины, а теперь и регала Не беспокойтесь обо мне Выживу Хорошей охоты, Элой Земли кланов Тенакт Где-то там нас ждут три вспомогательные функции геи И кто знает, что еще Ах! 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 Ж toch да… Ах! Ах! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...